Здание школы имени Героя Советского Союза Василия Безбородова построили в 1968 году. За 55 лет эксплуатации в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Внутреннее состояние и внешний облик от фундамента до кровли перестали соответствовать нормативам комфортного пребывания в учебном учреждении. Сегодня силы подрядной организации направлены на то, чтобы вернуть строению первозданный вид. Процесс капремонта глава округа Андрей Иванов держит на личном контроле. Основные работы демонтажных у нас завершены. Потрогли осталось снять. Деревянные конструкции, грамзит, стяжки, всю тяжелую работу сделать. К выполнению ремонта приступили в начале марта. За это время провели демонтажные работы, стяжку полов на втором и третьем этажах, приступили к кровле и коммуникациям. На объекте в две смены трудятся 90 человек и две единицы техники. Постепенно подрядчик наращивает мощность, увеличивает количество рабочих на объекте до проведения отделочных работ. По штукатурке, по отделочным работам, по рекомендации подрядчик поднимают. Вот ровно неделю назад картинка была совершенно иная. Сейчас уже продвижение, динамика за неделю, она ощутимая. Планируем до конца мая приблизиться к 40%. Я в отчетах видел, что и ночная смена есть. На демонтаж проводили ночную смену, чтобы успеть выполнить эту тяжелую работу. Капитальный ремонт здания проводится в рамках президентского проекта образования. До завершения работ всех учеников перевели в Акуловскую школу. Ремонт должен закончиться к концу июля, потому что после капитального ремонта все классы надо убрать, привести в порядок, расставить мебель, чтобы дети с 1 сентября могли приступить к своим учебным занятиям. Дмитрий Потапкин, Елена Краева, телекомпания Одинцова.